Аллори, очень приятно вас видеть в России, в Пензе. Очень приятно видеть вас здесь в России. Спасибо. Спасибо. У вас, я знаю, есть ученики из России. И, может быть, они вас пригласили в нашу страну, посоветовали на гастроли. Как это было все? Как я знаю, у вас есть ученики из России. Может, они вас пригласили к этому страну? Нет, у меня есть, как вы называете, промоутер, но они распространяли культуру, после того, как я пришел, абсолютно. Они говорили о России, после того, как я пришел, чтобы распространять их культуру с мной. Нет, организовывались у них ученики. Был промоутер, который все организовал, но человек разделяет русскую культуру, знаком с ней. Так все вышло. И его зовут Джефф Идлман. Меня зовут Джефф Идлман. Понятно. Организовывал концерты. Лори, вы педагог. А кто ваш был первый учитель? И кто посоветовал петь джаз? Кто был ваш первый учитель? И кто был такой идеей, что вы должны петь джаз? Я училась в колледже, и у меня два профессора. Доктор Эфи Гарднер и мистер Боб Рансом. И они both introduced me to джаз. И от того, в колледже, я влюбилась с музыкой. Когда она училась в колледже, у нее было два профессора. Эфи Гарднер и Боб Рансом. И она им очень признательна за все, что они сделали для нее. А когда вы впервые запели? Когда вы впервые начинали петь? Когда я был 4 или 5 лет. Возраст 4-5 лет. Уже 40 лет назад. Вы, наверное, были пластинки. И вот ваши учителя по записям. Кто были все-таки? And you probably had some jazz records. So who inspired you? My favorite jazz singer is Diane Reeves. And I share that with everyone who knows. And of course, I love Nancy Wilson and Ella Fitzgerald and Sarah Vaughn and Shirley Horn. But Diane Reeves is a contemporary singer who I absolutely adore. My favorite jazz singer is Diane Reeves. And besides not a lot of other musicians, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Nancy Wilson and many others. You are in Russia with local groups, with Russian groups. Is there a group of groups in your country? Here in Penza you perform with the local band. Do you have your own band in America? Absolutely. I have several bands that I work with back home. Конечно, есть несколько коллективов, с которыми она работает у себя на родине. То есть, если процент гастролей по стране, в США и по другим странам, что больше перевешивает? Where do you sing mostly in America or in other countries? В Вашингтоне, Д.C. I perform, but I enjoy coming to Europe. В основном в Вашингтоне, в Колумбии, но также любят очень путешествовать в Европе. And every year I come for a jazz festival in Poisdorff, Austria. Каждый год выступает на джазовом фестивале в Пoisдорфе, в Австрии. Есть ли у вас пластинки, компакт диски? Could you please tell about your records? Oh, I have two CDs. Мышлю два диска. The first one is called Healing Within. Первый называется Внутреннее Излечение. And the second one is called Eclipse of the Soul. Второй называется Затмение Солнца. And I'm working on the third project now, which is called Behind the Smile. И сейчас начинается работа на третьем проекте, который называется Позади улыбки, за улыбкой. Вы уже побывали во многих городах России. Как вам наша страна? I think that each city seems to be better and better and better. I started with Rostov and now I'm in Pinsa, but everywhere I go I'm received with so much love. Кажется, что с каждым новым городом все становится лучше и лучше. Первое выступление было в Ростове. И на данный момент огромное количество любви зрителей. And much appreciation for the music. Да, очень большая оценка, благодарность за музыку. Очень приятно. Как российские музыканты? How do you like Russian musicians? Very good. Очень хорошо. Super. Прекрасно. Ну, с московскими, петербургскими это есть. А вот с приглашёнными из других стран это так? Вы знаете, как ни странно, очень и очень легко. Мы с Лори буквально за 40 минут быстро прогнали всю программу и без всяких каприз поняли друг друга, буквально без слов. То есть наши инструменты и голос Лори говорил всё за нас. Можете перевести. Что касается произведений, легко было вам? Это мировые джазовые стандарты начала 20 века. Мы их неоднократно играли. Единственное, что могут быть разные интерпретации этих произведений. Но мы их тоже очень быстро. Что-то нам показывал Лори. Мне очень понравились её дирижёрские жесты. Очень всё профессионально. Спасибо. Спасибо. Спасибо.